Здарова всем! Соскучились по мне? Большое спасибо Санычу, что помогает мне в создании видео, пока идет работа над вторым сезоном закрытого сервера. Итак, зачем я вас собрал тут? Возможно, вы могли заметить вот эту интересную превьюху. Ой, стоп, это не то. Возможно, вы могли заметить данную работу в Мазерской Steam. Если уходить в терминологию, LIDAR — это технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления поглощения и рассеяния света в оптически прозрачных средах. Отличная вырезка из Википедии, но как-то связана с аддоном. Напрямую отвечу я. Задача данного режима — заходить на любую карту и сканировать. В распоряжении у нас есть почти любая карта и сканер. Особенность в том, что даже самая знакомая вам карта будет казаться чем-то необычным. Почему? Во-первых, это сама система LIDAR. С ней вы ощущаете мир по-новому. На самом деле, это вообще очень странно, очень круто и не похоже на Гаррис. Это странно, просто это очень странно. Во-вторых, почти любая карта с этим режимом отзеркаливается. Ага, я понял. Это режим зеркалит карты. Я понял. Это вау. Я зашел на максимально, типа, карту, которой я бы точно не запутался. Это Game Construct. И вы говорите, что? Все, она отзеркалена. Я получил достаточно интересный и чиловый вайп, пока я играл в этот режим. Мне это напомнило те чувства, которые я испытал при игре в Journey или Abzu. Но вы же прочитали название верно. В один момент, при очередном сканировании, вы найдете кое-что необычное. Блять, сука, я панет. Нормально. Вы че, рофлите? Кошмар! Зачем так? Теперь, когда вы осознали, что вокруг вас только тьма и что-то неизвестное, на вас накатывает чувство паники. Ведь кто-то рядом. И как это называется? Че за... Че за эмбен пошел? Вы че, прикалываетесь? Я только хотел сказать, какой чиловый режим, на расслабончике играешь. Самое жуткое, что даже если вы заходили в одиночную игру, в табе кто-то будет. Это че такое? Это нормально? Какая-то херня сейчас со мной на... И что это такое? Так. Я не... Ну, я не могу зайти. Это прикол. Я в одиночке. Дальнейшее изучение карт будет наполнено жутью. Будто за каждым углом кто-то стоит и смотрит на вас. Чаще всего это лишь паранойя. Но иногда... Но это не все. Когда вы в первый раз встречаете нечто, перед вами открывается консоль. Если нажать сочетание клавиш Ctrl-C, то тьма рассеется. Возможно это баг, а возможно какая-то фича. Какой вывод можно сделать? Режим имеет большие перспективы. Хотелось бы увидеть его дальнейшее развитие. Хоть автор и пишет, что это только эксперимент, я убежден, что этот эксперимент определенно удачный. Мы должны поддержать автора и кто как может. Кто добрым словом, а кто и монеткой. Главное, мы должны донести мысль, что этот режим имеет огромные перспективы и должен получить развитие. Согласитесь, было бы круто, если бы мы получили что-то вроде Justernauts, обзор на который вы можете посмотреть по подсказке. Если кратко, то можно было реализовать способ найти что-то, чтобы закончила игру. Например, сделать так, чтобы то нечто ходило за вами и давило психологически, пока вы ищете выход с карты. В любом случае, будем ждать комментариев от разработчиков. Но остается одно но. Наличие страшных звуков в папке с модом. Это все дает повод думать, что это лишь малая демка. Которая в дальнейшем вырастет в нечто большее. А если вам понравилось это видео, рекомендую глянуть ролик, где мы разбирали феномен ГМОТ и РГ. Или посмотрите, что вам подобрало нейросеть. Надеюсь, что увидимся.